Приветствую вас. Давайте разберём ваш текст. Итак, мне нужна помощь, потому что я запутался и за все это время накопилось много проблем. Я не знаю как их решить. За все это время? Это за какое время? У меня не самая лучшая семья. И что моим родителям было не до меня, а не мной, и мою жизнь не интересовалась. Как это повлияло на вас конкретно? Ну вот, конкретно на вас, как это могло повлиять? Меня никогда не поддерживают в моих интересах, а должны. Если у вас в семье есть пьющий человек, то важно понимать, что вы созависимый партнер. Вот, вы созависимые члены с ними и вам нужно работать над выходом из созависимости. То есть это как правило связанное с личными границами. Дальше. Я часто зацикливаюсь в общении с другими и помощи с другим, а про себя я совершенно забывал. Но здесь, на мой взгляд, ситуация равна тем, что вы пытаетесь, знаете, вы пытаетесь угодить людям, я так думаю. Можно ответить к вам здесь. На вопрос. Ну то есть вот на то, что вы пишите. Забывайте про себя. Ну, опять же, для чего вам себя помнить. Вот зачем? Забывайте про себя. То есть, ну, что, чтобы, ну, получится от этого. Понимаете вам? То есть, ну, нужно смоделировать вот эту вот, ну, цель, идею. Для чего? Вам о тебе помнить. Вот. Понимаете? Какая штука. Так что... Такая здесь история. Дальше. Ну и понятно, что вы обесцениваете себя. Да? Вот. Обсобенно бывает. Другие люди являются лучшим, чем вам и себя. Ну, я думаю, что вы стыдитесь себя. Вот. Как-то... Поэтому я, ну, я так думаю, что вы себя просто не принимаете. Вот. Вот. Ну, полностью. Полностью. Вот. И, соответственно, из-за этого у вас и... Наблюдаются такие проблемы, что вы себя просто забываете. Ну, опять же. Опять. Мне так... Кажут. Я могу ошибаться. Принформировано. Ну, мне так вот. Кажут. Вот. Эм. Дальше идем. Эм. Значит. Вот. Так. Я избегаю себя и стесняюсь. Почти вы. Эм. Ну, хорошо. Эм. Почему вы это делаете? То есть, ну, почему вы избегаете себя и стесняетесь из себя, что, эм, по-вашему мнению, эм, с вами не так. Что вы себя, э, знаете, что вы, ну, избегаете себя и подавляетесь из себя. Эм. Этого. Дальше. Идем. Уже более четырех лет, я не могу делать большинство и большинство дел. Эм. Значит. Любое дело проходит через ритуал, даже если добраться сходить в ванную. Я не могу делать любое действие, не посоветовавшись с кем-то. Эм. Так. А какой ритуал? Эм. Вот. О каком ритуале речь идет здесь? Я просто не очень, не очень понял. Вот. Вот. Ох. То есть, это похоже на, на вашу идею, да? Или? Или что? На что это похоже? Ох. Эм. То есть, когда это получилось, когда это началось точнее. Эм. Эм. Вы об этом, ну, довольно-таки, эм. 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 Довольно-таки мало об этом говорите. Эм. В принципе. То есть, ну. Вы. Практически об этом не говорите. Эм. 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 То есть, раскройте подробнее. Эм. 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 Связано вот. Такая ваша. Эм. Эм. Эх. Эх. Склонность к тому, чтобы. Эм. 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 Делаться через ритуал. Эм. 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 Дальше. Я не могу делать любое действие, не повторяя, что это вообще в кем-то. Но это значит, что, что вы не уверены в себе, и что вы боитесь эм. Эм. Охуждений. Эм. Вот. Эм. 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 Вы боитесь осуждений. Боитесь артенки. Эм. 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 Вы хотите достичь того, чтобы всем, например, нравиться, допустим, и так далее. То есть, ну, определитесь с тем, для чего вы это делаете. То есть, я хочу что-то сделать, чтобы что? Я советую с кем-то, чтобы что? Я хочу, я хочу, например, что-то сделать. Допустим, я хочу, но я советую с другими людьми. Делаю ли я по итогу то, что я хочу или нет? Вопрос. Который вам нужно себе задать, как раз так. То есть, тут, ну, тут можно разобраться с своей мотивацией, в первую очередь. Зачем? Например, зачем я делаю то, что кто делал? Так? Вот. Чего я хочу? Дальше. Даже если я очень не хочу что-то сделать, я в любом случае зачем-то узнаем ни с другого, чем как на этот счет. Зачем? Давайте постараемся, постараемся разобраться в чем. Вот. Это важно. Вероятно, свои собственные желания вы склонны подавлять. Вот. Ну, я так, я так думаю, по крайней мере. На это, собственно, вам надо обратить свое внимание. Вот. А то, зачем-то это значит, ну, если вы не знаете зачем, то, допустим, вы на низкий уровень осознанности здесь получается у вас. Так. Я слишком часто. Так. Это вы говорите про реакцию на нервное напряжение. Как бы. То есть вы, опять же, боитесь оценки, вы боитесь людей. Вот. Вероятность всего. Вот. Соответственно, это так реагирует ваш организм. То есть это психосоматическая реакция. Реакция здесь. Вот. Ну. Как бы. Эм. 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 физиологическое свое состояние, поэтому имеет смысл обратиться к врачу. Так, ну заедание – это, соответственно, борьба с тревожностью. Так вы, так вы с тревожностью, на мой взгляд, пытаетесь справляться. Вот, хотя, ну очевидно, очевидно, что несколько это не, ну несколько не получается у вас сделать вот то, что вам хотелось бы, вот, соответственно, тут можно и нужно разбираться. Дальше. Да, и в день это, что, что во время это, что, по тревнуть, по тревнуть, то есть, как бы, значит, что пытаетесь. Вы пытаетесь получить любовь таким образом. Вот. Значит, ну через лидер я бы, так, я бы так это сказал. Ну, для начала. Дальше. Так, последний. Так, заметьте, у нас меня это станет. Так, ну это физиологический станет, где я могу заплакать, если просто о чем-то говорю, сейчас не могу обеспечить о чем вы понимаете слезы. Ну это, здесь, я думаю, ничего удивительного, вы подавляете свои чувства, вы подавляете свои эмоции, вот. Так, так что. А, мне кажется, что ничего удивительного в слезах нет. Вообще, слезы, я бы сказал, это то, что достаточно хорошо, потому что если бы не слезы, вот, то вполне вероятно, что вам было бы гораздо, ну, тяжелее. Ну, тяжелее бы вы себя чувствовали бы. Вот. А слезами вы снимаете какую-никакую нагрузку, которая есть у вас. Другой вопрос, если вам стыдно. Если идет умение, стараюсь получить через других людей, чем у него самое важное, стало так жить. Ну, знаете, Александр, я бы вам рекомендовал бы начать, наверное, с повышения сознания себя. Повышение, повышение осознанностей и работать с чувствами. То есть, просто понимать, что я чувствую, какие конфликты внутри меня и так далее. Вот. И дальше уже смотреть на то, как вообще будет развиваться история и в каком направлении вы будете двигаться. Вот. Я думаю так. Я думаю так. Я думаю так. Примерно. Мне кажется, это просто, ну, мне кажется, это просто наилучшее, наивысшее то, что вы можете сделать. Вот. 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 Это то, что вы начали. То есть, очень важно не ставиться сейчас какие-то большие цели, слишком, очень важно, стыдно, чтобы были адекватными. Вот. Для того, для того, чтобы вы реально могли их выполнить. Если вы, конечно, ориентированы. Если вы, конечно, хотите, хотите. Если вы, конечно, хотите что-то сделать. Ну, в смысле, если вы хотите реально решить свою проблему. Вот. На этом все. Я надеюсь, что Бог помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.